Привет, друзья! Спасибо всем за лайки и комментарии, кто оставляет видео. Это действительно помогает автору. А мы сейчас настройка языков. Смотрите, из 10 человек, у которых я спросил, ни один не знает, что можно настраивать переключение языков. Вот смотрите, разные клавиатуры, в данном случае Globart клавиатура. Два способа. Нажимаете, на широкую клавишу и появляются языки. И второе, выставить вот этот шарик, где я вожу мышкой. И получается, когда нажимаете, переключаются сразу языки. Видно, да? И сколько языков не выставить, он будет вам переключать. Для того, чтобы это настроить и знать, вы заходите, вот шестереночка, нажимаете на нее, заходите в настройки. И вот поставить переключатель языков. То, что я вам показываю. Вот если я его выключу, мы теперь, видите, его нету. В этом месте у нас появляется запятая и имидзи. Вот в чем. Если мы ставим шарик с переключением языков, у нас туда пропадает имидзи. Но это не страшно, так как имидзи мы можем нажать сюда. Вот они есть. Можем также выставить там горячие клавиши. Если не знаете, как пишите, я создам видео о имидзи, потому что они всегда нужны. Особенно тем, кто занимается видео. Либо же вот здесь мы нажимаем и у нас вот тут имидзи появляется и остальные знаки. Выбираем. На вот этот значочек нажимаем, синенький мы. Но это все надо настраивать. Но главное, переключение языков. И третье переключение языков есть, но это в других раскладках. Вы просто вот так, по этой широкой клавише влево, вправо вводите и она переключает. Но это не на всех клавиатурах. Все. Всем пока. Теперь вы знаете, как настраивать языки.